Время сейчас 2 часа дня и это, надо сказать, не самое сложное время для сотрудников Республиканской инфекционной больницы. Самое сложное время здесь ночью. Мы видели эти кадры, когда действительно наблюдается наплыв пациентов. Но и сейчас, даже в 2 часа дня, мы видим здесь достаточно много машин. Я насчитал здесь 15 карет скорой помощи. Вот чему нам нужно научиться с вами в эти дни. Надо научиться мыслить все-таки как-то немножко на будущее. Мыслить, что называется, по экспоненте. Вот представьте себе, если сейчас их здесь 15, сколько их будет здесь сегодня ночью? Если сегодня их здесь 15 днём, сколько их будет здесь днём? Скажем, завтра, послезавтра, через неделю. И да, это не дезинфекция. Это больные люди. Октябрь уж наступил. Будущее уже здесь. И можно уже не гадать, а предвидеть. Завтрашний день запрограммирован. Потому что никакая кривая никуда уже не вывезет. Кривая таращится в небо штормовым предупреждением. Сегодня всюду этот аншлаг. 12-я Казанская горбольница. Госпиталь здесь уже закрывали в середине сентября. Лишь на две недели. 2 октября – второй день рождения госпиталя. Сколько сейчас человек? Сейчас у нас 94 человека лежат. Рассчитано? Рассчитано. Исходно было на 60 коек госпиталь. И потом мы доразвернулись до 90. Ну вот пришлось 94 взять. То есть сейчас у вас вообще аншлаг? Нет одного места нет. Вообще. И это сразу было? И сразу 2-го, 3-го и 10 человек. Всего 4-го. Вы оказались 2-го числа? 2-го числа мы начали принять 12 дней. Первый день 30 человек. 3-го мы приняли 37 человек. И остальное до 94-го мы 4-го уже заполнились. Медперсонал здесь не видел практически никакой передышки. И до самого конца сентября все здесь хотели верить, что коек хватит и без них. Но коек не хватает. Как давно я не слышал этот звук. Что уж тут у нас свои знакомые звонят, просят на госпитализацию, но мест нет. Врачи говорят, что вирус молодеет, что он тяжелеет, что пациентов, нуждающихся в госпитализации, еще больше, чем весной. Знаете, не так часто приходится наблюдать, как на твоих глазах человеку жизнь спасает. Ну да, это... Вот мы сейчас как раз это видим, да? А вот сейчас на наших глазах человека на его элки не видят, да? Это идет до сатурации. Состояние ухудшается, да? Да, состояние ухудшается. Кислорода можно не обеспечивать, поэтому вынуждены уже перевести на ЭВЛ. Вот показатели. Видите, красным мигает. А, мигает красным. Да, красным это уже все тревога, что организм не справляется. Никому не хочется болеть, да и все думают, что это меня не коснется. Этот вирус может поражать любого. Если в начале ведь было все болеют с излишним весом, пожилые с хроническими заболеваниями, а сейчас уже это все ушло. Вот пациент лежит, никакого лишнего веса нет. Есть и худые болеют, и молодые, и взрослые. В методах лечения врачи сегодня, конечно, гораздо больше уверены, чем это было весной. Но фундаментальные законы эксцентричного поведения вируса по-прежнему не открыты. Открыты нынче только все двери. Последствия налицо. Не знаю, мы у 19-го были на свадьбе. У нас все заболели, у меня две сестры заболели. Муж все болел. Обязательно надо маски одевать, перчатки, беречь себя, а не ходить ни в какие торговые центры. В общем, как можно меньше ходить. И по гостям надо беречь себя, потому что это страшная болезнь. Это страшная болезнь. Кто не перенес, тот, ну, я не знаю. Я на себе испытала, это вообще кошмар. Просто кошмар. Я не верю, что вот это, не одевайте маски, это зашито наше. Надо беречь не только себя и других. Обязательно маски надо подевать. Не контактироваться. Не надо никуда ходить. Люди, к сожалению, извлекают пользу лишь из тех истин, что они открывают сами. Но чужие истории штука полезная, как и история вообще. Жуткая эпидемия испанки столетней давности имела три четко выраженных пика. Или волны, как нам теперь привычно говорить. Первая средняя, вторая гигантская, и третья малая. Многое говорит сегодня за то, что наш современник, наш китайский верблюд, тоже будет иметь эти три несхожих горба. То, что мы видели весной-летом, может оказаться лишь средним пиком. Вершина, возможно, именно нынешней осенью-зимой, после чего снова спад и небольшая волна весной следующего года. Где мы сейчас? Возможно, на полпути к вершине второго горба. Даже статистика говорит об этом. Вероятнее всего, этот курс на большую, очень обширную волну. Давно рассказывали про испытания водородной бомбы и о том, что взрывная волна трижды обошла Землю. Ну, нечто похожее, да, на должное, на этой эпидемии несколько раз обойти Землю и только потом пойдет на спад. Наращивая постепенно количество заболевших. Естественный процесс. Дети перестали учиться, студенты перестали учиться, пожилые уехали в загородные дома и общения между людьми было меньше. Вот в этом отличие. А сейчас мы видим, что общество функционирует в обычном режиме, люди между собой общаются. И здесь крайне важно постоянно напоминать о тех мерах механической защиты, которые уже, наверное, кажутся, набили оскомину. Но это надо просто принять в культуру общения между людьми, друг с другом. Наша жизнь сегодня – это целый узел проблем, неразрешимая дилемма между ослабить и затянуть. Затянуть – это классика. Но никто не хочет сейчас обратно в бункер. И второго паралича всей системы необходимо избежать. Впервые в новейшей истории на всеобщее обозрение выходит базовое отношение между людьми. Можно иметь собственное мнение, но нельзя иметь собственных фактов. Забота о других людях, ограничение контактов – все это помогает. Это общеизвестные факты. Вот мы с вами сидим, у нас нет никакой защиты сейчас, потому что мы обе без маски, но мы знаем статус каждого из нас. А если я была бы в маске, а вы нет, то есть один из двоих, то процент защиты – 40. Если двое находятся в обычных масках, то процент передачи вируса не более 5. Поэтому механическая защита она остаётся и является одной из самых важных. Вы знаете, как в любой эпидемии, значение именно ответственности людей перед собой и перед обществом гораздо выше, чем ответственность медицины перед людьми. Вот меня могут закидать камнями, словно говоря. Медицина в этом плане, но это 15-20% успеха. 80% успеха – это поведение человека. Я бы как? Я бы к этим неверующим в ковид отнёсся бы гуманно. Я бы не стал их штрафовать. Но каждый раз оформлял бы такой вот протокол административный, как вот у нас в медицине есть информированное согласие, что я такой-то, такой-то не верю в ковид и считаю, что я никогда не заболею. В случае моего заболевания я готов сам оплатить своё лечение. А в стационаре, если он попал в реанимацию от 80 до 120 тысяч в сутки пребывания, а он находится там 5-6 дней, чтобы вы вытащите его, плюс потом он будет находиться в палате. И надо понимать, насколько затратно это для здравоохранения, и надо отдать должное вот руководству нашей республики, которое выручает врачей очень сильно. Людям, увы, нужна картинка, нужны трупы на улице. И даже эти кадры мало кого убеждают. Никто не зовёт на помощь, крови не видно, да и чума какая-то совсем даже не бубонная. И это тест. Это тест на абстрактное мышление. Хороший тест. Нынче пересдача. Октябрь уж наступил. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влайде. Ночу матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз, и поросы надулись, ветра полный. Громада двинулась и рассекает Бог. Плывёт. Куда ж нам плыть? Михаил Любимов и Андрей Мохов. Семь дней. Продолжение следует...